Друзья, всем доброе утро, хорошего дня и отличного настроения на календаре 15 июля. И мы с вами находимся на территории стоянки кафе Раздолье. Эта стоянка находится на трассе от Макушинского кольца до Кургана. Точно километровый столбик я сейчас не помню. Заезжал я, когда не заметил. Но будем выезжать, я вам как раз это объясню. Почему? Хочу обратить внимание на эту стоянку. Во-первых, она на плитах. Во-вторых, душ здесь стоит 150 рублей, туалет 20. Стирка, не помню. Стирка тоже есть. Видел я стиральную машинку. Но душ и вообще санузел, они здесь обновленные, если не сказать, что новые. Я сюда ни разу не заезжал, но сегодня, сходив в душ, чувствуешь себя совсем другим человеком. И набравшись вода. Вода вообще творит чудеса. Снимает весь стресс, всю усталость. Если утром еще до души я чувствовал себя таким немножко подразбитым. Но сейчас как будто винтики, шпонтики закрутились по-другому. Попили мы кофейка с Еленой. Здесь, прямо в нашем автомобиле, поскольку каши в кафе уже не было. Едем мы с вами, я напомню, в Рузаевку. На завод Рус Химмаш. Везем подшипники из города Омска. И есть у меня небольшая задумка. Поскольку едем мы сегодня через Урал. А вдруг может и получится. Я думаю, многие уже догадались, что мы хотим сделать. Но озвучивать это вслух я не буду. По двум причинам. Чтобы не сглазить. А вторая причина всем уже давно ясна. И погодка у нас сегодня, друзья, стала прямо вольготной. 19 градусов всего за бортом. Только что было 16. День разгуливается. Температура начинает расти. Но вчера мы уже убежали от жары. И это был просто, наверное, предел всех мечтаний. Потому что жара, а жара и духота очень изматывает и отнимает много сил. День сегодня не солнечный. И даже накрапывает немножко дождик. Я думаю, что пойдем мы сегодня по холодку. Ну а когда мы заберемся на хребты Южного Урала, мы с вами кое-что попробуем сделать. Ну а сейчас, друзья, проснулись, улыбнулись, потянулись, сделали массаж для шеи, улучшили свое самочувствие. И, взяв чашечку кофе, откинувшись на спинку кресла и дивана, усаживаемся поудобнее и получаем удовольствие от просмотров нашей необъятной матушки России. Ну что, поехали. Вот так территория этой стоянки выглядит с фотографией со спутника. Ну и если все готовы, то пристегните ремни безопасности. Мы идем на взлет. Впереди у нас 1640 километров. И пройти мы их должны за один день 18 минут. У нас же с вами впереди сегодня 15-е, завтра целый день. И 17-го в 10 часов мы должны быть на месте в городе Розаевка. Стоянка хоть и на плитах, но немножко пыльно, конечно. Территория довольно просторная. Сегодня, в отличие от Владивостока, мы уезжаем в первых рядах, хотя на часах уже без 5-10, без 5-10 по Москве. А время здесь все-таки на 2 часа с московским отличается в большую сторону. Стоянка стоит 150 рублей. Это для тех, у кого нет дорожной сети. А для тех, у кого она есть, естественно, по безналу, по номеру автомобиля. Тут даже на территории есть заправка с такими устаревшими колонками. Не забыть сказать вам сейчас про километровый столб. Здесь, кстати, перекресток и дорога расширены в две полосы в каждом направлении. Что позволяет очень удобно выехать и по полосе разгона набрать скорость, чтобы плавно войти в рабочую полосу. Так, а вот мы сейчас, коллеги, чтобы не перекрывать кислород, мы лучше притормозим. И начнем, начнем наше путешествие с вновь наступившего дня. Вот я вижу уже как раз столбик. 386-й километр. Ну, если правильно говорить, то на 387-м находится как раз вот эта самая стоянка. И ровно столько же километров нам осталось до Челябинска, поскольку отсчет начинается именно оттуда. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Друзья, проходим мы 293 километр и посмотрите, солнышко встало не только на небе, но и на земле. Даже на земле оно еще кажется ярче, чем среди белых облачков комнаты. А здесь, смотрите, какой контраст с желтого поля. Мы переезжаем на голубое. Даже оно немножко фиолетовым оттенком подается. Сейчас, что это за растение, я думаю, мне друзья подскажут мои внимательные подписчики. Ну а слева от нас засеян то ли овес, то ли горох. Что-то я вот отсюда уже на такой скорости не могу разобрать. А вообще картина радует, да, что даже с дороги мы можем увидеть, как засеиваются наши поля культурными растениями. Самое главное, чтобы их потом было чем убирать. Друзья, посмотрите, какие прикольные мобильные кафешки стоят на дороге возле заправки МТК. Не часто увидишь, но они есть. Помните детскую прискуску? Ты куда пошел? На Кудыкину гору. И вот смотрите, у нас кафе Кудыкина гора. А вот, друзья, и проходим мы в объездной город Курган. И на 277-м километре до боли нам знакомая кафешка под фонарем, где мы познакомились с Володей. Я как раз передаю ему огромный привет и всей его команде шиномонтажников. Ну а также я передаю привет Вячеславу Федорову, моему подписчику из города Кургана, который давно собирается со мной встретиться. Но из-за моего графика у нас никак эта встреча не получается. А вот на этой работе я даже не представляю, как это сделать. Поскольку здесь, здесь получается, все мои остановки и задержки внеплановые. Они потом могут сказаться на времени доставки груза. Если уж у нас рассчитано все по километрам, то тут надо чем-то пожертвовать. А пожертвовать можно только сном, которого и так-то не хватает. Но я не отчаиваюсь. А также передаю привет всем своим подписчикам из этого замечательного города, где Володя помог мне сделать небольшую экскурсию на колесах. По-моему, она есть в плейлисте про город Курган. И сегодня в этот солнечный денек мы проходим, к сожалению, Курган транзитом. Но так как работа, теперь специфика работы у нас стала более разнообразной, и я думаю, что скоро, совсем скоро, возможно, будет загрузка или выгрузка у нас и в этом городе. И выезжая на круговое движение, на развязку, которое позволяет нам заехать в город. Мы полюбуемся с вами обновленной Стеллой Курган. Если, конечно, разглядим, вот он. Вот ее, по-моему, недавно, совсем недавно обновили. А вот асфальт тут немножко забыли обновить. Ямки попадаются такие глубокие. Питьевая вода. Три рубля за литр. Впереди очередное круговое движение, где направо можно уйти на Екатеринбург и налево заехать в город, который мы сейчас проходим по объездной. Красивый Стеллой Курган. И мы говорим жителям этого города до свидания, до скорых встреч. Я надеюсь, что благодаря новой работе все-таки здесь у меня больше возможностей приехать сюда на погрузку или на разгрузку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, опять мы доехали до полосы с реверсивным движением. Здесь мы видим уже покрывают таким финишным тонким слоем. Тоже более тонкий слой-то, зато ровный. Вот у нас будет первый ремонтный участок, насколько я помню. Еще будет один. А вот дальше, дальше мы с вами посмотрим. Сейчас сориентирую на каком-то километре. На каком-то километре. 232. 232 километра нам осталось до Челебинска. А вот у второй, второй реверсивный участок. И на этот раз мы опять встаем на красном светофоре. Ну и наконец третий реверс. И опять мы остановились на красной. Немножко не доехали. Получается, коллега как раз на фуре. Перед ним вроде никого нет. Чуть-чуть не успели под зеленый. Ну что ж, подождем твою маму. Подождем твою мать. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. И вот уже четвертый реверс. И мы опять встаем на красный. Субтитры сделал DimaTorzok. Сейчас посмотрим, на каком километровом столбике у нас был четвертый реверс. 152-й километр. Здесь связано с разворотной полосой. Делает вот такой аппендицит. Сломалась у нас маленькая. Хорошо на широком месте. Они вот здесь, где и так-то узкая. Да, уже четвертый реверс и все четыре красных реверсивных светофора мы собрали. Мне пришлось какое-то время постоять, подождать. Сегодня жары нет. Даже периодически нас поливает теплый летний дождик. Небольшой душ для нашего трудяги. Зато спать ночью было комфортно. Сегодня хоть отдохнули, как люди. Ну а здесь уже усиленная бесконтактная мойка. И судя по тому, что мы идем в тучи. Наверное, дождик этот сегодня надолго. Его даже пахнет горю. Где-то здесь, уже в Курганской области, горели леса. И этот дождик, он бы сейчас как раз сыграл очень важную роль. Если где-то еще остались мелкие очаги, то пахнет действительно горю. Горю конкретно пахнет. А вот уже и к рукавовое движение. Шумихинское кольцо. Которое находится на 126-м километре. Все той же трассы. Тельябинск-Омск. И погодка у нас сегодня испортилась. Испортилась. Идет уже изморозь за бортом 18 градусов на часах полвторого дня по Москве. Значит, полчетвертого уже по местному. На Роснефти капитальный ремонт делает. Но заправки вроде идут. По крайней мере, легковые заправляются. Проезжаемый поселок Медвецкое. Рядом с ним расположилось кафе-берлога. Кафе-стоянка. Территория стоянки большая, но не вся. Используется. Проходим мы 79-й километр. И у нас печальная картина. Выгорели не только кусты, но еще и березки пострадали от лесных пожаров. Посмотрите, как жалко. Стоят обухольные стволы. Но еще немножко даже где-то поступает сок. И верхушки стоят зеленые. Кафе-караван для вас. Восточноевропейская кухня. Массы, клоу, борща, крошка, свежая выпечка и другие блюда. Каляль, кафе-караван, 77-й километр. Рады видеть вас 24-й километра. Что у нас? Номер диспетчерской службы высвечен. И была какая-то информация, но она скрылась. Догнали мы эвакуатор. Который тянет разбитый автомобиль. Тут надо обойти. Потому что женщина вторым эшелоном идет для хозяйка. Вот и обошли. А то ждал-ждал я пока. Но она его обгонит. Никак не соберется и все. Добежали мы до Челябинской объездной. И уходим по южному обходу. Погодка разветрилась. До Уфы. Отсюда 412 километров. Это как раз была бы норма на сегодня. Сейчас дойдем до Уральских хребтов. Посмотрим как будет движение. Может быть возьмем, домахнем сегодня. Вроде выспались. Ну и проходим мы, конечно, Челябинск сегодня транзитом. Я, пользуясь случаем, передаю привет всем своим подписчикам. И желаю всем отличного настроения. День подошел к завершению. И надо завершить его так же красиво, как начиналось утро. А я надеюсь, что утро у всех сегодня удалось. Все проснулись, улыбнулись, потянулись. И с хорошим настроением в нашей дружной компании прокатились пока до Челябинска. Но мы еще сегодня не прощаемся. Впереди у нас горы. И все будет зависеть, конечно, от того, в какое время. В темное или еще в светлое мы подойдем к их штурму. Едем мы по Челябинской объездной. И при выходе на Троицкий тракт. А здесь идет ремонт моста. В прошлый рейс мы ехали по левой стороне. Но что-то ее так и не начинают делать. Загородили только. А правую вроде сделали. Но под правое колесо оставили колодцы. Точнее, не колодцы, а сливные отверстия для ввода оттока. И сделали их еще так низко. Я понимаю, чтобы вода сходила. Но чтобы вот так колесо по ним плюхало, могли бы что-нибудь придумать решетки. Что-то сделать вровень с асфальтом. Может, конечно, это пока. Вот так мы прыгаем. Но вроде, если делали одну сторону, надо было до конца доделать. Я, может, излишне критикую. Но у нас почему-то всегда встречается так, что после ремонта наступает следом следующий ремонт. Доделывать недоделанные.